здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня тепло весна если вы слышите птички поют синичка поет очень тепло сегодня 22 января вчера я наводила порядок в этом уголке и сегодня решила вам рассказать немножко о плетистой розе которая растет вот у меня за спиной вообще это один из любимых моих уголков моем саду и он действительно уголок потому что эти растения находятся действительно в уголке в таком вот затяжки здесь у меня южная сторона оттуда здесь за стеной это летняя кухня растут эти растения справа от меня стена гаража слева соседний двор забор то есть вот такой вот получается действительно уголок и он очень уютный и красивый вообще в этом видео я вам хочу рассказать конечно о плетистой розе которая называется new dawn вот но прежде расскажу что здесь растет у ее подножие значит это прекрасный можжевельник на штампе называется gold star очень красивый довольно взрослый он у меня давно больше 15 лет наверное рос он в другом месте и вот уже лет семь растет здесь сюда его пересадила я его стригу я его конечно же сдерживаю в росте если его не стричь он разрастется но наверное метра на три даже больше в диаметре на штампике он это подарок мне подарила мне его подруга у нее растет такой же можжевельник но ему дали больше свободы и он у нее просто огромный красавец вот летом он конечно с такой желтизной но год желтый вот очень красивый конечно если ему его не стричь то ну у него и своя форма естественная природная очень красивая вот такой замечательный можжевельник он у меня растет немножко под наклоном хотя он и подвязан там к столбу вот все равно под тяжестью снега вот у нас были уже два года подряд большие снегопады и он под тяжестью снега вот так наклонился снег я убирала но выровнять я его никак не смогла поэтому но меня устроила и такая форма вот тут наклонился такой вот зеленый красивый вид у него и сбоку у него тоже очень красивый вид под ним растет им бересклет форчуна стелющийся бересклет я его этим летом очень коротко укоротила и поэтому у него не очень такой красивый вид на самом деле он создает такой шикарный ковер но он еще разрастется Ему здесь достаточно места, красивое растение. Здесь слева у меня барбарис. Барбарис растет высокий, метра два в росте. Название, к сожалению, я ему не знаю. Мне девочки писали, как он называется. Где-то я записала, но потеряла этот листочек. Поэтому, если кто знает название моему барбарису, я покажу летнее фото. Может быть, вы узнаете, напишите мне, пожалуйста. Конечно, я его стригу и сдерживаю в росте. Стригу я его примерно на высоту метр тридцать. Но он все равно отрастает. Задние ветки я оставила в этом сезоне. Они прикрывали розу. И были очень красивые. Красивая картина была, поэтому мне жалко было их обрезать. Я обрезала вот тут впереди, только такой формирую шариком его. Обрезала короче, но он все равно нарастает. Такой вот мощный кустик. Посажен он очень близко к розе. Я даже не помню, когда его садила, сколько ему лет. Очень давно. И, видимо, был маленький кустик, потому что я его посадила близко к розе. Но отсадить уже нет возможности. Я пыталась, но поняла, что я его не откопаю, только загублю. Поэтому оставила так. Они, в принципе, вместе хорошо соседствуют. Хватает питания всем. Поэтому оставила так. Здесь у меня место просится какой-то кустарник тоже. И, скорее всего, это будет гортензия метельчатая с рыхлыми соцветиями. Потому что, ну, другого варианта я сюда не подобрала. Здесь пока у меня многолетники украшают пустующие места. Вот сейчас зимой. А летом здесь все в цветах. Там дальше у меня растут клематисы. Клематис Sweet Summer Love. Вот я его еще даже не обрезала. Немножко видна листва. Я его пускаю летом на Барбарис. Мне очень нравится сочетание и сочетание листвы с цветами. Sweet Summer Love – это мелкоцветковый клематис. Цветы у него 3-4 см. 4 даже, наверное. Ну да, 4 см достигают, наверное. Очень ароматные, красивые цветы. Такие пурпурно-фиолетовые. И листья Барбариса тоже. Такие они розово-пурпурные. Но очень мне нравится сочетание этого клематиса с листвой Барбариса. Мне нравится. Вообще клематис растет большой. Но я надеюсь, что буду его сдерживать в росте. И я его хочу видеть именно на этом кустике Барбариса. А для розы я посадила чуть дальше клематис Лютер Бербанк. Он с крупными цветами, крупноцветковый клематис, третьей группой обрезки. Он хорошо нарастает, обильно цветет. И я думаю, он дополнит цветение розы. Возможно, я его пущу просто вверх, а возможно, пущу и по розе. Буду смотреть как. Ну а вообще это видео о розе, поэтому немножко рассказала о свете моей розы. И теперь о самой розе. Роза у меня корнесобственная. Ей больше, короче, ей около 25 лет. Мне подруга привезла укорененный черенок. У нее эта роза уже росла. Она привезла мне черенок и сказала, что эта роза должна расти в твоем саду. Я ее сразу высадила сюда, на постоянное место. Пока первое время она у меня росла без опоры. И потом, когда уже наросла большая, я уже вижу, что ей нужна опора. Хотя без опоры она тоже очень неплохо росла. Росла таким шрабом, большим кустом. Побеги у нее толстые. И она держалась на этих побегах и росла. Но в итоге потом я сделала, конечно же, ей опору. Заказала опору. И я вам покажу, как выглядит эта опора. Почему я ее показываю зимой? Потому что летнее цветение я вам показывала. Но я думаю, что зимой более понятно, как растет она, что ее окружает. Как выглядит ее самооснование, побег какой. Все это я вам покажу. И покажу опору. У меня уже есть видео на канале, где я показываю свои опоры. Как они выглядят зимой, как выглядят летом. То есть зимой более наглядная картина получается. Поэтому показываю и рассказываю о ней. Итак, о розе. Роза довольно взрослая. Она 1930 года. То есть ей сейчас 93 года. Очень взрослый сорт. Не роза, не куст, а сорт очень взрослый. 1930 года. Это гибрид Вихурана. Американский гибрид. Роза шикарная. Цветение обильное. Цветы у нее не крупные, до 10 сантиметров. Но они собраны в большие соцветия. И в период цветения это просто сплошной ковер цветов. Имеет такой приятный пряный аромат роза. Растет высокая. Но, конечно же, в маленьких садах я видела, ее формируют. Выращивают как кустовую, как розовый шраб. Но я ей дала свободу. Ей здесь места вполне достаточно. И она растет как хочет. Растет огромной. В стороны раскидывается. И вверх она растет. И я думаю, что она достигла уже около 6 метров. Вот такая огромная, шикарная, обильно цветущая роза. Цветение первое у нее очень обильное. А уже последующее цветение. Она цветет в течение всего лета. Но уже не так обильно. Выбрасывается цвете огромные, красивые. Но, тем не менее, цветет весь сезон. И даже последние цветы уже во время заморозков первых. Цветы еще на розе держатся. Роза здоровая. Не болеет. Листья держит до морозов. И даже зимой она стоит в листве. И вот как только ударят морозы, листва осыпается. И вот у нас после рождественских праздников у нас были морозы ночью. Минус 11, минус 13 градусов. Три ночи продержались морозы. Поэтому листву роза сбросила наконец-то. Вот вчера был теплый день. И я здесь навела порядочек. Убрала всю листву. Как я ее подкармливаю? Подкармливаю рано весной. Минеральными удобрениями. Это любое комплексное удобрение. Я люблю использовать кемиру. Или фертику весна-лето. Разбрасываю вокруг удобрения. Заделываю почву. Затем разбрасываю навоз. И летом уже, когда начинается покос газона, я разбрасываю, то есть мульчирую основание куста скошенной травой. Вот такая первая весенняя подкормка для розы. Затем я подкармливаю летом. Вникорневая подкормка в основном. Потому что это намного легче. Я уже поняла, кустов много. Сад небольшой, но работы достаточно много. Поэтому летом подкармливать под каждый куст, разбрасывать удобрения, это трудозатратно. Поэтому я делаю вникорневые подкормки. Подкармливаю до цветения, в период бутонизации, монокалий фосфатом. Хорошее удобрение, легко доступное и очень эффективное. Два раза до цветения. И затем после цветения опять же подкармливаю этим удобрением. Делаю травяной настой. В основном у меня травяной настой идет для моих клематисов. Подкармливать летом, так сказать, лейки, ведра. Тоже трудоемко. Поэтому иногда какие-то розы я могу подкормить травяным настоем. И иногда, раз в сезон, может достаться и этой моей прекрасной плетистой розе Нью Доун. Опудриваю основание золой и могу внизу, насколько достаю, тоже опудрить золой. Тоже это профилактика от болезней. Ну и, конечно, обязательно осенняя подкормка любым осенним удобрением. Разбрасываю вокруг основания и заделываю в почву. Вот такая основная подкормка для этой розы. Роза очень отзывчива на подкормку и полив. Конечно же, летом обязательно полив, особенно в нашем жарком климате. Поливаю, ну, стараюсь хотя бы раз в неделю хорошо-хорошо пролить. Прям оставляю шланг и даю воде несколько минут, полчаса хорошо пролиться вокруг. Вот такой полив для нее. Вот такой основной уход. Роза прекрасная. Роза совершенно не болеет. Роза проста в уходе. Прекрасно цветет, радует своим цветением. И коротко об обрезке. Обрезаю я все плетистые розы, которые растут в моем саду, ну, где-то один раз в три года. Конечно, санитарную обрезку провожу ежегодно. И эту розу здесь немножко какие-то лишние уберу, какие-то подсохшие побеги уберу, конечно. А так вот формирующую обрезку я провожу раз в три года. Потому что роз у меня много. Розы занимают очень много времени во время обрезки. Да и потом, в принципе, это не основная причина. Всегда находится время для того, чтобы обрезать розы. Но я это делаю для того, чтобы вот заметила уже, что если я розы не обрезаю, и если, конечно же, есть для них вот такое вот вольное место, много места, роза разрастается, цветет она более роскошно. То есть больше веток, больше цветов, соответственно. Если есть место, то даю волю ей цвести и расти, вот года три не обрезая. Если я ее обрежу, формирующую обрезку сделаю, конечно же, на следующий год цветение меньше, роза чуть кустик поменьше. Конечно, красивое цветение, все, можно любоваться. Но я вижу, что нету той массы цветов. Поэтому вот даю им место разрастаться, обрезаю раз в три года и любуюсь огромной массой этих цветов. Нравится плетистые розы из-за того, что их очень много. Особенно если дать им место разрастись метров на 5-6 в ширину. Вот так выглядит основание опоры. Из толстого металла она выполнена. А поперечные такие перекладинки потолще. Ширина опоры 120 см. Высота достигает примерно 3-3,5 см. И там вот такая вот поперечная перекладина с одной и с другой стороны. То есть опора упирается в стену кухни. И там просверлены такие отверстия. И туда прямо она входит, опора. То есть она стоит устойчиво. И всю мощь этой розы она смело выдерживает. И здесь видно, насколько роза разрослась вверху. Высота ее достигает, я думаю, 6 метров смело. Ширину она тоже, я замерила, она занимает 4 метра. Но если ветки раскинуть дальше, то будет и 5 метров заняты этой розой. И теперь посмотрите, какое основание. Побеги уже как у дерева. Мощная. Кора. Вот такая. Ну, в общем, побеги старые. Я уже сказала, розе 25 лет. И роза корня собственная. Вот такие побеги. И основные побеги. Их здесь 4. И вот эти 4 побега выдерживают всю мощь этой розы. Ну, вот и все, друзья, что я хотела сказать об этой розе. И сейчас покажу вам ее летнее цветение. Это просто роскошное цветение. Зрелище просто фееричное. Невозможно оставаться равнодушным к этому цветению. Я еще хотела сказать, что цветы у нее, конечно же, в нашу жару выгорают. До белого цвета. То есть летом, в жаркие дни, цветы у нее белые. Если лето прохладное, дождливое, тогда цветы у нее вот именно с розовинкой. Серединка у нее в розовом оттенке. А наружные лепестки у нее более светлые. А в жару, когда солнце пригревает, знойное лето, конечно, цветы выгорают до белого. И цветение немножко сокращается. Цветы держатся не очень долго. Но у нее много потенциала, много бутонов. Поэтому какие-то цветы осыпаются. Здесь получается просто такой снежный покров из лепестков этой розы. А другие следом распускаются. Поэтому цветение у нее продолжительное. Можно успеть нарадоваться этой красотой. Нафотографироваться вместе с этой розой. Или просто фотографировать розу для того, чтобы зимой любоваться этой красотой. Я просто обожаю эту розу. И в период цветения каждое утро прихожу сюда, стою и любуюсь этой красотой, стеной этих нежных, ароматных цветов. В общем, роза просто супер. На сегодня у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, видео вам было интересным, полезным. Если есть какие-то вопросы по уходу за этой розой, по обрезке, пишите в комментариях. И я постараюсь вам ответить на все вопросы. И, друзья, большая к вам просьба. Если вы пишете комментарии с какими-то вопросами, пишите под комментарием, как к вам обращаться. Потому что сейчас, к сожалению, если я раньше знала, кто пишет комментарии, уже вас знала по вашим никам, то сейчас почему-то YouTube вот так вот сделал, что ника не видно, имени не видно, просто какие-то буквы, иероглифы. И неудобно. Я уже не понимаю, с кем я общаюсь. Просто понимаю, что с подписчиками, со зрителями. А кто именно, уже я вас не узнаю. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Мне будет легче так к вам обращаться. И буду понимать, с кем я общаюсь. Вот такая небольшая просьба, если вам не сложно. Ну и все, друзья. До новых встреч. До свидания.